Всем привет, друзья! С вами Михаил Маркин. Сегодня в кои-то веки будем смотреть аромат для милых дам, который унисексом назвать довольно-таки сложно, хотя на фрагрантике некоторые мужчины его все-таки носят. Это аромат пьяная вишня или Drunk Sherry от бренда Bougie. Нашумевший все время аромат, который должен был бы стать достойной заменой столь дорогому Tom Ford Lost Sherry. Сразу скажу, ароматы не очень похожи, в рубрику клон добавлять не стал, но как самостоятельный вишневый аромат очень даже супер. Настоятельно рекомендую, кто любит вишневый аромат, его где-нибудь попробовать. Например, у меня. Аромат хороший, надеюсь, обзор вам понравится. Идемте на стол смотреть его поближе. Итак, по вишневым ароматам. Многие ищут аромат хорошей вишни. Я небольшой поклонник вишневых ароматов, скажу вам прямо. И далеко не все вишневые ароматы из тех, что существуют в природе, слышал. Но, так как у меня про вишни спрашивают довольно-таки много людей, да и я сам знаю, что Lost Sherry стоит недешево сейчас, очень недешево, я решил попробовать один из вишневых ароматов, которые на фраге многих вальд, и у них есть хороший, в принципе, рейтинг. Основил свой выбор на Bush Collection, Drunk Cherry, пьяной вишни. Кто любит смотреть флаконы, внимательно смотрим. Донышко. Пульвик. Внутренности крышки. Вот. Ну, по предыстории аромата, Bush Collection, довольно-таки эпатажная у них была рекламная кампания. Кто не знает, может на фрагрантике посмотреть, там есть статья по этим ароматам. Аромат, в принципе, задумывался как некий аналог Tom Ford нот Lost Sherry изначально. Но есть такое большое подозрение, потому что, в принципе, эти ароматы были выпущены, ну, скажем так, не как клоны. Даже этот аромат на Lost Sherry похож, ну, процентов на 80. Причем в нем добавлены ноты, которые его довольно сильно отличают от Lost Sherry в конечном итоге. Но тем не менее. При всем при этом, это не сказать, чтобы очень дешевые ароматы. Это такой люкс-середня, крепко стоящий на ногах. Это не LPDO, который стоит копейки. Это уже подороже. Я себе купил тестер, ну, тестер с крышкой, но без коробки. Давайте пробовать. Пульвик довольно резкий. Выпшикивает не очень большую порцию аромата, но махом. Пробуем. Да, с первого же старта чувствуется цианидность косточек и мякоть. мякоть как из варенья, но при этом варенье не сладкого. Кто если когда-то пробовал, было такое дешевое пойло, по-моему, Сакура называлась, и там плавали вишенки. Полусладкое вино, в котором плавали эти самые вишенки. И, в принципе, да, Дрангшири оправдывает свое название. Если вы увидите оттуда эти вишенки, то звучит очень похоже. Но если вишенки в алкоголе плавающие имели довольно резкий спиртуозный запах винный, то здесь винного запаха нет. Есть вот эта вот самая мякоть вишни. Не свежая вишня, а вот именно такой постоявший, скажем так, вкупе с косточкой. Да, вот здесь очень хорошо чувствуется цианидность косточки. Такая, знаете, лиминдальность. И здесь есть определенная доза пудровости. Причем не в плохом смысле этого слова, а нет, наоборот, она здесь очень в тему и не дает скатиться аромату в откровенную гурманику. Скажем так. Ну, никто не хочет пахнуть, наверное, просто раздавлены себе вишней. Хотя, многие ищут именно такое. По общему впечатлению, аромат мне очень понравился. С женщиной он будет звучать действительно приятно и достойно. да, очень приятный аромат. Я его тестировал на стойкость. По стойкости, ну, скажем так, середнячок часов на четыре, после чего его желательно обновить. ну, в принципе, из плюсов то, что он особо не меняется вплоть до самого финиша. Он каким был, таким и остается. И для таких ароматов это, в принципе, даже в плюс, потому что всегда хочется все-таки пахнуть вишенкой, если ты берешь вишневый аромат, а не так, что сперва ты пахнешь вишенкой, а потом через час какой-нибудь деревянной базой, грубо говоря. Да, подождем еще 10 минут и расскажу о впечатлениях, что он в итоге станет с ароматом, изменится ли он. Ну, да, я уже его пробовал, не поменялся, но все же второй затест не помешает. Ну, что ж, прошло еще 10 минут, делюсь впечатлениями, до чего дошел аромат. Он, в принципе, дошел до той стадии, до которой он остается до самого слоуфинала. Здесь на самом деле чуть-чуть вишни поутихло, но она по-прежнему ощущается, и она есть. Но вот эта пудровость, она немножко подразбилась на пудровость, и немного, знаете ли, такой аромат белого шоколада, если его заморозить и понюхать, настругать на стружке. Я просто люблю иногда покушать белый шоколад, и, в принципе, хорошо знаю, как он пахнет. Опять же, хороший белый шоколад, что-то типа линт. И вот он пахнет вот этим самым натертым замороженным шоколадом с вишенкой, такой чуть-чуть алкогольно-ликерной. Да, очень приятно. Опять же, выдающейся стойкости от него ждать не приходится, как и выдающиеся шлейфы. Но аромат, безусловно, приятный, и для любителей вишни очень посоветовал бы газотесту. Я вот Шерри слушал в магазине, мимолетом. Этот мне нравится даже чуть больше, ну, именно как женский аромат. Сам я его носить, пожалуй, что не буду. Вот. Но тем, кто ко мне приходит, буду давать послушать. И буду слушать иногда его сам. Чисто для такой релаксации. Да. Кто хочет послушать, приходите, дам послушать. Стоит он не очень дорого. Опять же. Как вишневый аромат мне довольно сильно понравился. И да, он не похож на Ост Шерри, он более гурманский, он более женственный. По техническим характеристикам, да, уступает, но за свои деньги весьма достойно. И да, той химозностью, про которую говорят многие, ну, точнее, не многие, а часть людей, нет, тут не соглашусь. какой-то химозности я здесь не почувствовал. Вполне достойная вишня, вполне реалистичный шоколад, вполне, опять же, достойная ликерность, очень вкусно. Обладательство такого аромата, наверное, будет хотеться как минимум скушать. На этом настроении веселом, всем хорошего дня, пока-пока.